У Ярославского заявили, что создают парк парков в Экополис ХТЗ. Бизнес-парк высоких технологий Экополис ХТЗ представляет собой не просто индустриальный парк. Согласно концепции, индустриальный кластер будет иметь пятикомпонентный функционал и по сути станет парком парков. Об этом сообщил директор управляющей компании Экополис ХТЗ группы Д.Ч. Виталий Бараников во время Минтрансфорум. Наша задача построить бизнес-парк, который станет по сути агрегатором парком парков. Международные консультанты разработали для нас пятикомпонентный функционал, производство, логистика, ритейл, офисная недвижимость и жилая недвижимость с необходимой социальной инфраструктурой, культура, спорт, ориентированная на резидентов Экополис ХТЗ. Мы их скомпоновали условно в индустриальный, технологический и ритейл-энд-эмп интертеймент кластеры. В конечном итоге перед нами стоит задача развивать инновационное производство. И для этого мы идем по такой цепочке создания стоимости. Образование, наука, R&M, D, экспериментальное производство и затем серийное производство, рассказал он на форуме. По его словам, над концепцией Экополиса ХТЗ работали не только самые известные в мире профильные консультанты, но и лучшие международных архитекторы и дизайнеры. «В ближайшее время мы утвердим генеральный план реализации проекта, и, как обычно, у нас в ДЧ бывает. Начнем опережающими темпами его выполнять», – заявил директор управляющей компании Экополис ХТЗ. Напомним, 8 апреля в рамках Минтрансфорум «Муниципальная инфраструктура. Развитие и комфорт городов» в Харькове состоялась первая национальная панельная дискуссия по теме развития индустриальных парков. Помимо Харьковского Экополиса ХТЗ, группы ДЧ Александра Ярославского, в ней приняли участие представители Айпарк и Билла Церква, которые вместе с властью и инвесторами обсудили перспективы этого формата стимулирования инновационных секторов экономики в Украине. По состоянию на сегодня свое желание стать резидентами Экополиса ХТЗ выразили и закрепили соответствующими меморандумами DEL, HP, Huawei, ZTE и другие. В то же время, по итогам Харьковского форума «Индустриальный кластер», вероятно, пополнится еще одним машиностроительным проектов, турецкая корпорация «Карсан» рассматривает размещение здесь своего производства. Мэра Харькова Игорь Терехов рассказал журналистам, что договорился с руководителями этой компании о закупке автобусов для текущих нужд городского общественного транспорта и о договоренности о последующей организации сборочного производства. Мы договорились о том, что в Харькове будет осуществляться сборка современных автобусов, что даст городу около 300 рабочих мест. Я крайне заинтересован в том, чтобы такие мощные производства развивались у нас в Харькове. Мы знаем уже о Харьковском трамвае, который будем производить на площадке Экополиса ХТЗ, вот еще и автобусы запустим, сказал он. В Экополисе ХТЗ подтвердили готовность принять еще одного индустриального резидента. Наши масштабы позволяют это. Есть готовые цеха с подведенными коммуникациями. И мы полностью готовы реализовывать данный проект, когда придет время, отметил Виталий Бараников. Как известно, бизнес-парк высоких технологий Экополис ХТЗ создается на свободных площадях легендарного Харьковского тракторного завода, который стал ядром индустриальной части этой инновационной экосистемы. Проект развивает группа ДЧ Александра Ярославского. Экополис ХТЗ планирует к 2033 году привлечь порядка 1 миллиард долларов и стать центром национального проекта «Украинская кремниевая долина», реализацией которого по поручению Владимира Зеленского в Харькове занимаются Ярославский и местная власть. Продолжение следует...